Основа жизни всех людей – это семья. Именно так считали наши предки и с большим почтением относились к своей родословной. Поэтому на открытии выставки «Связь поколений» в музей пригласили именно школьников, чтобы заинтересовать их историей ингушских фамилий. В прошлом люди знали о 30 своих дедах и еще более. Например, у нас было принято, если парень не назовет устно своего седьмого предка, то за него не выдавали замуж девушки. Вот так было принято, чтобы мы знали свои корни. В выставке больше ста ингушских фамилий, генеалогические древа, документы, книги и 65 стилизованных знаков. Они, кстати, созданы на основе родовых знаков и орнаментов ингушей. В музее также представлены символы гербов ингушских тейпов и даже одежда с фамильными гербами. Выставка «Связь поколений» проходит в музее краеведения в третий раз и пополняется каждый год усилиями руководства и при содействии неравнодушных. Так в зале собрали генеалогическое древо из порядка ста ингушских фамилий. В ингушете из ста тейпов уже на этот год отмечено 821 фамилии уже. И их будет больше. И по нашему мнению так не должно быть. Надо оставлять свои фамилии, чтобы мы знали свои корни. Изучение своего родового древа – это самопознание и ответственность за то, что останется после нас. Для многих родословное является одной из самых ценных реликвий в семье. Как, например, для братьев Бариевых. Самому старшему из них 11. Но Хадрис уже знает на зубу камена больше 20 прадедов. Как ты считаешь, нужно их полностью знать? Да, нужно. Почему? Потому что, если ты своих тейпов не знаешь, ты неполноценный ингуш. А некоторые дети знают не только имена, но и биографию самых выдающихся представителей своего тейпа. Это стыд, если ты не знаешь свою фамилию тейп. Это знаменитый наш Б. Чах Ахриеве. Чах Ахриеве. Азханул первый ученый, юрист и краевед. Каждый рано или поздно задумывается о своих корнях. Семейная родословная и истории помогают брать пример с предков. А где-то даже учат не повторять ошибок. Посетить выставку «Связь поколений» может каждый. Она продлится до конца этого года. Хавагазик Вас, Хаббелла Киев. Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова